Видео создано при поддержке сайта Ями Аниме Что когда-то Мастера Меча Онлайн открыли целый новый жанр для аниме индустрии И это конечно же аниме сериалы про онлайн игры И в большинстве своем все что выходило было очень даже годным По крайней мере все что смотрел я И не просто так я завел разговор на данную тему Ведь сегодня я расскажу вам про аниме под названием Геймгар Пепла и Иллюзий Вначале я вообще не думал что это аниме будет сильно отличаться от своих собратьев по жанру Но оно меня приятно удивило В нем есть свой стиль, своя изюминка и какая-то своя душа Если можно так сказать конечно Начну я конечно же с сюжета а потом поговорим подробней Однажды главный герой Харухиро приходит в себя в непонятном темном месте Не помня откуда и что он здесь делает И вообще что это за мир такой Единственное что осталось в памяти это его имя Немного осмотревшись он понимает что не одинок в своей ситуации Вместе с ним также очутились в этом месте еще немало людей С теми же провалами в памяти как и у него Узнали они лишь одно Что этот мир называется Геймгар Населен он людьми и разной фэнтезийной живностью Типа гоблинов и других необычных существ Все наиспеченные жители Геймгара узнают одну истину Чтобы выжить в этом мире нужно работать А выбор работы не так уж и велик Единственный выход это стать наемниками и зачищать окраины города От полчищ различных монстров Их там хватается избытком Харухиро находит себе братьев по оружию И вместе они начинают свой нелегкий путь в незнакомом и жестоком мире Где убиваешь ты либо убивают тебя Как вы уже поняли мир Геймгара полностью выглядит как типичное ММО РПГ Но в отличие от других аниме на данную тему Тут с самого начала нет ни намека на игровые консоли И что-то подобное вообще Перед нами живой и очень реалистичный мир Но живущий по законам компьютерной игры Вот что действительно отличает данное аниме от других Это реалистичность Схватки с врагами происходят именно как за правду Без всяких индикаторов здоровья и какой-либо шаблонности И сами NPC Они не тупо охраняют свои локации Они действительно хотят жить И боятся за свою жизнь не меньше наших героев Вот это действительно что-то новенькое Когда герои начинают одолевать приступы жалости и сочувствия к врагу И являются тот гоблином или кем-либо еще Они такие же жители этого мира И всеми силами цепляются за свое существование Также отдельно можно отметить самих персонажей Мы привыкли уже видеть в таких ситуациях главных героев Которые благодаря своей силе воли Способны на невозможные поступки И быстро становятся самыми крутыми Тут же ситуация совсем противоположная Наши герои самые что ни на есть неудачники Сражения им едва даются Из-за чего они испытывают немалые финансовые трудности Что им буквально не хватает денег на еду Не говоря уж про одежду и доспехи с оружием Да и за ночлег надо платить как-никак Но они не опускают руки И усердно тренируются Поддерживая друг друга И со временем у них начинает получаться все лучше и лучше Но даже к концу сериала они не будут какими-то мега сильными Каждая битва это нелегкий труд А нередко и реальная опасность для жизни И вот эта часть аниме мне очень понравилась Героям сопереживаешь Веришь в их трудности Ведь если сегодня они никого не убьют То ужина можно не ждать И чем дальше тем только хуже И каждый день им приходится рисковать чтобы выжить Кстати что интересно Хоть память героев о своем прошлом напрочь потеряна Временами у них возникают рефлексы Как бы из нашего с вами мира Например иногда случайно сказанное слово Значение которого им неизвестно Попытки полезть в карман за телефоном Совершенно не знаю что это такое Это и дает нам понять что все прибывшие сюда люди Когда-то жили в реальности Я не знаю будет ли еще подниматься эта тема в дальнейшем В последующих сезонах Но пока это лишь условность Которой все персонажи уже как-то свыклись Что теперь у них новая жизнь в Геймгаре Но возможно это и хорошо Нас не грузят легенды происхождения мира Он просто есть И это уже совсем не игра Сам сюжет сериала идет очень плавно Не торопясь Что может кому-то показаться скучноватым Но это такой стиль повествования Тут больше диалогов чем экшена Хоть и сражения можно отметить как очень захватывающие И главное очень эффектные Как раз из-за своей реалистичности И в каждой серии одно чередуется другим Так что лично я не скучал Лично мне еще очень понравилась так сказать душевность этого аниме Сражения днем и обычный быт в свободное время Взаимодействие героев и их отношения друг с другом Рост и изменения в характере То что к концу первого сезона открываешь некоторых героев Совсем с другой стороны Да конечно характеры глав героев по большей части штампы Но тут все укладывается в формат игрового мира Есть воин, танк, рыцарь, волшебник, охотник и вор Все они соответствуют своим классам по характеру И вот что главный герой Харухиру не воин А вор с небольшим ножом Это как-то тоже нестандартно А то мы уже все привыкли что главное действующее лицо должен быть лучшим мечником Или по крайней мере умным стратегом Но Харухиру именно обычный человек Он не обладает исключительными качествами А тренируется так же как и все Хоть и приходится ему взвалить на себя некое бремя Но этого он явно не желает А еще в этом аниме очень нестандартная рисовка Фаны как бы нарисованы масляными красками Что было сделано видно специально Я не думаю что ради удешевления Так как несмотря на то что это решает некой четкости ландшафт Но смотрится все очень красиво И прорисованные детали там очень немало А вот сами герои такие в чисто современном стиле Как раз как я люблю Еще отмечу музыкальную часть Есть тут неплохой опенинг с эндингом Но не это главное А то что помимо просто хорошего саундтрека Тут почти каждую серию есть момент Когда пару минут что-то происходит на фоне какой-то крутой музыки Такая фишка получается Такой я еще раньше не встречал В целом аниме очень даже нестандартное Несмотря на знакомую нам всем тему Есть немало своих фишечек Плавный неторопливый сюжет Из 12 серий первого сезона Второй кстати уже обещают в феврале 2017 года Также приятных персонажей Хоть и не всех успели раскрыть в должной мере Но как мне кажется первый сезон полностью справился С поставленной перед собой задачей Все итоги в нем были подведены И конец не был слит И главное это конечно же атмосфера От аниме отдает теплом Присутствует приятный юмор И даже очень душесчипательная драма Лично меня такие моменты очень сильно задевали И равнодушными не оставляли Геймгару пепла и иллюзий Я определенно даю золотую медаль Аниме очень годное И в своем жанре занимает почетное место Единственное что может получиться на любителя И такой стиль не всем понравится И кому-то покажется скучноватым Но тем кого это не пугает Аниме точно должно пойтись по вкусу И оставить только положительные эмоции Всем спасибо за просмотр Надеюсь вам был интересен мой обзор Тогда прошу поставить мне палец вверх Да он будет не лишним И подписаться на канал если вы еще не подписаны И обязательно друзья если вы подписаны на мой канал И хотите получать уведомления о моих видео Нажмите на вот этот колокольчик То что будет на экране Он рядом с видео обычно Или наверху канала И тогда вы сможете точно получать уведомления о моих новых видео Потому что сейчас ютуб очень глючит И многие видео просто не видятся у вас в ленте И если вы хотите знать все новости о моем канале На моем канале То обязательно нажмите на этот колокольчик Это очень важно Потому что ютуб сейчас просто очень сильно болеет И да оставляйте комментарии под видео Какое ваше мнение по данному аниме И как вам мой новый обзор Ведь все таки давно не виделись друзья Хотел бы увидеть ваши комментарии А с вами был Наци Скоро свидимся в новых видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok